Добро пожаловать на программу для Его славы. Сегодня мы продолжим говорить о вере и как в вере мы начинаем ходить в Боге, что приносит революционные перемены. Каждый раз, когда мы едим от стола Господня, мы едим хлеб жизни, хлеб веры, хлеб любви и хлеб благословения. Каждый раз, когда мы пьем чашу Господню, мы пьем исполнение Его Слова, Его любовь и Божью веру. И Дух Святой — это прежде всего энерджайзер, который исполняет Слово. Именно поэтому Иисус сказал в Иоанна 6, 33, истинно-истинно говорю вам, если не будете есть от плоти моей, то не наследуйте Царству Божьего. И в Матфея 26, 26-28, это говорит, И в Матфея 26, 26-28, это говорит, И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал, Примите, едите, сеесть тело Мое. И взяв чашу, и благодарив, подал ее и сказал, Пейте из нее все, ибо сеесть кровь Моя Нового Завета за многих изливаемое в оставлении грехов. Когда Господь благословил чашу и подал им, другими словами, Он сказал ученикам, Пейте, это Моя кровь, это Мой Завет с вами. В греческом языке слово оставление, это аминьми, оно означает полное отделение, оставление, когда уже никогда к этому не возвращается. Вот что Господь оставил нам, вот что значит сидеть и вкушать от стола Господня. Это означает отделение и полное освобождение от уз и оков. Это то, что входит в нас, и то, что мы способны высвободить потом. Все, что я делаю, как ученик Иисуса, я делаю это по вере, потому что по вере я получаю любовь, и это проистекает из меня. Сейчас меня слушают люди, у которых есть нужда в теле. Я вижу человека, у которого перекручена рука. Я говорю тебе прямо сейчас, по вере в Иисуса Христа. Если ты сейчас протянешь свою руку вперед, ты получишь исцеление. И так же нас смотрит человек, чье тело поражено артритом, больно даже двигаться. На основании Слова Божьего, Божьей любви и веры в Его Слово, я прямо сейчас приказываю артриту уйти. Ваши грехи прощены. Я вижу еще одного человека, который попал в ДТП, и вы парализованы. Врачи говорят, что вы останетесь парализованными навсегда. Но я хочу сказать, что Иисус очень любит вас, поэтому, по вере, прямо сейчас вставайте в исцеление. Я прошу сейчас тех людей, которым я сейчас обращался, пожалуйста, выйдите с нами на связь, напишите нам, засвидетельствуйте о Божьей любви и как она повлияла на вас. В Ефесянам 3, 17-21 стих сказано, пусть Христос по вере поселится в вашем сердце и живет там, это станет Его постоянным местом пребывания. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, то есть со всеми учениками Христа, что широта, долгота и глубина и высота. И уразумейте, то есть увидите на практике превосходящее разумение, любовь к Христову. May you be filled through all of your being unto all the fullness of God. That is, may you have the richest measure of the divine presence and become a body wholly filled and flooded with God himself. Дабы вам исполнится всею полнотой Божией. То есть, чтобы вы были наполнены Божьим присутствием на максимум, чтобы вы изобиловали им. Now to him, who by the consequence of the action of his power that is at work within us, be able to carry out his purpose and do super abundantly far above all that we dare ask or think infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes and dreams. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, то есть значительно, экстремально больше, чего мы просим или о чем помышляем, что мы желаем, о чем мы втайне молимся, наши мечты. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Вера в Иисус – это такая субстанция, которая измеряется любовью. Вера действует любовью. Без любви наша вера – просто религиозные слова. Если говорить о делах, о которых пишет Иаков, это доказательство любви Иисуса, который работает через нас. Мы можем легко сказать, в этом в Иисусе, что если следует тому, как говорит Иаков, что вера без дел мертва, то мы можем также сказать, что вера без любви также мертва. Почему она мертва? Потому что она одна. Вера без дел мертва, и вера без любви мертва. Слово также говорит, покажи мне веру без дел моих, а я покажу тебе веру из дел моих. И мы можем очень просто понять эту логику. Покажи мне свою веру без любви, а я тебе покажу мою веру действующую любовью. Любовь Иисуса, его вера всегда имела фактические доказательства, она всегда имела завершение. Люди могли посмотреть и увидеть, что он верит, он действует любовью. И Господь Иисус был полным отражением Отца, как сказано, ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал. Все то, что говорил и делал Иисус, шло от Его большой любви к нам. Вера Иисуса всегда доходила до такой точки, где она что-то творила, делала. Она была частью Его природы. Иисус постоянно говорил своим ученикам, что им нужно иметь веру и такую веру, которую имеет Бог. Отец работал через него, и об этом очень конкретно сказано в Марк 11 главе 12 по 14 стих. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от Тебя плодов вовек. И слышали-то ученики Его. Иисусу было неважно в данном случае, поест он или нет. Когда Он говорил, было неважно, говорит Он к человеку, или, например, к дереву, потому что, когда Он говорил слово, всегда было ответное действие. To continue, in Mark 11, 20, it says, And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said to Him, Master, behold, the fig tree which you cursed is withered away. And Jesus answering, said to them, Have faith in God, or have God's kind of faith. For truly I say to you, whoever shall say to this mountain, be removed and cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that all those things that He says shall come to pass, He'll have whatever He says. И из 20 стиха. Патру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри смоковнице, которую ты проклят, засохла. Иисус отвечает, говорит им, имейте веру Божию, то есть по типу, как Бог имеет. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горей сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Если мы смотрим Евангелие, то Иисус многократно, много раз людей обадривал за их веру, или отрекался от них, говоря, что у вас нет веры. Нет никаких извинений для тех, которые приняли любовь Божию, приняли Христа, но не двинулись дальше из-за отсутствия веры. Выбор сегодня только за нами. Доверимся ли мы ему слову, или мы будем доверять тому, что говорит этот мир. Сегодня выбираем это мы. Семена, которые ты сеешь сегодня своими устами, приведут тебя либо к жизни, либо к смерти. Тебе выбирать. Отец, я прошу Тебя сейчас во имя Иисуса, дай нам благодати, чтобы выбирать Твой путь, Твою жизнь среди других вариантов. Аминь. Помните, не только на этой неделе, но каждый день в своей жизни делать все для Его славы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok